Здравствуйте, дорогие друзья! Это второе видео о лучшем питомнике Киева и всей Украины Animal Planet. Сегодня у нас достаточно печальная история мексиканской молочной змеи, которая была приобретена в этом питомнике. Далее рассказ будет вестись со слов герпетолога, который вел это несчастное животное. Добрый день! Мы хотели бы записаться к вам на прием. Купили змею месяц назад на Минской в питомнике. Она отказывается от еды. Еще тошнит, какает водичкой, запах такой ужасный, вешаться хотим. Уже с разговора было ясно, что пациент куплен в планете животных. И все же я уточнила у владельцев название организации. А вдруг все же другой случай? Да, вы правы. Наверное, это очень популярный питомник, раз вы о нем знаете. Приезжайте как можно скорее. По физикальному осмотру, ментальный статус пациента был оценен как тяжелая депрессия. Выраженная кохексия, дегидродация больше 7%. Местами старая линька. Неврологические нарушения. Муся была настолько слаба, что внутривенное введение растворов попросту было невозможно. Настолько были спавшиеся вены. В свежем нативном маске кала были обнаружены такие виды паразитов, как... Далее читайте сами. Боюсь тут ошибиться. Поэтому переходим дальше. Пока проводилась лабораторная диагностика, змея соргнула содержимое желудка. Материал был сразу же отобран на цитологию. И увиденный масштаб катастрофы просто поразил нас коллегами. Основной диагноз – мультиинвазия простейшими организмами. Было принято решение бороться за жизнь пациента до последнего. Назначенное лечение давало позитивную динамику до первой попытки покормить животное. Через две недели все повторилось. С единственным негативным изменением. Что змея перестала реагировать на внешние раздражители. В этот же вечер она умерла у меня на руках на стационаре. Мучения и боль, которые перенесла Муся, не передать словами. Змея хваталась за жизнь до последнего, пытаясь инстинктивно продолжить питаться. Но даже врачебная помощь, увы, не помогла. Вы спросите, как отреагировала планета животных? Листайте ленту. Для вас предоставлена переписка владельца с продавцом. Пусть каждый делает свои выводы. Вы бы хотели, чтобы вам ответили. Так, неужели это реакция заводчика, который добросовестно относится к своим воспитанникам? Решайте делать выводы только вам. Я всего лишь прошу поддержать нас с максимальным репостом. Мы кричим вместо животных. У них больше нет сил. И вот наша красавица Муся. Я так понимаю, вот это состояние животины уже в последние часы жизни, после последмежки. Видно, что змея достаточно худая, практически не реагирует на какие-либо манипуляции. Очень тяжело наблюдать за такими случаями. И просто иногда без мата тут нечего сказать. Давайте смотреть, наверное, дальше. Вот такая вот красота, я так понимаю, происходила у владельцев террариума каждый день. Это и срыги, и фекалии. Ну, жестокая картина. Крайне жестокая, как по мне. И вот живность, которая находилась внутри змеи. Шикарные кадры. Просто нечего добавить. Опять же, повторюсь, без мата я тут абсолютно ничего не могу сказать. Насколько должно быть запущено животное, насколько продавцу должно быть плевать на него, чтобы довести шикарную, по своей сути, змею до такого состояния. И теперь давайте же почитаем переписку хозяйки, змейки и питомника. Пожалуйста, делайте прививки животным. У вашей змеи 50% на выживание из-за анебиаза. Честно говоря, вот в таких вот названиях не очень сильно, поэтому извиняюсь за такие заминки. Да, конечно, прививки животным никто не делает. Змеям они, в принципе, не делаются, как таковые. Ну, если брать на уровне кошек-собак, то змеям таких прививок не делают. Дальше у нас реакция продавца. Здравствуйте, что случилось? У нас змеи хорошо питаются, и условия содержания вы видели. Начала отрыгивать любую еду, рвать в туалет по три в день и так далее. Это текст хозяйки. И вот фотография еще живой змеи. Змея переполнена разными паразитами. Жаль. Ну, блин, такое весьма негативное впечатление, при том, что это всего лишь один из многих покупателей, которые попались на некачественных, недобросовестных продажах. Тут по-другому сказать нельзя. Опять же, к предыдущему видео некоторые грозно высказывались и выдвигали свои предложения по поводу того, что видео купленное, автор куплен, все продажные, все скотины. Конечно, однозначно. Вот именно человек, которого подкупили, будет выставлять вот такие вот видео. Однозначно. Укрепляйтесь в своем мнении и дальше. Я лишь высказываю свою сторону видения этой ситуации, свое мнение. Далее, дабы не материться еще больше, предлагаю завершать это видео. Скажем так, на ваш страх и риск, если хотите, приобретайте. Вас остановить никто не вправе, но подумайте дважды, стоит ли оно таких мучений животных. Ведь чем больше людей приобретают услуги или питомцев у этой конторы, тем больше вот таких вот несчастных животных мучается у них. На этом все. Спасибо, что просмотрели видео. Пишите комментарии. Ну, тут больше нечего сказать. Можете не лайкать. Это на самом деле очень необязательное действие. На этом все. Спасибо, удачи всем и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok